Ассаляму алейкум варахматуллах баракаду, братья и сестры, дорогие друзья. Плойд Мейвейзер не только поддержал Израиль, но и отправил им частный самолет с едой, водой, амуницией, бронежилетами и другими вещами. Меня тошнит не от того факта, что он помогает нуждающимся людям. То, что он протянул им руку помощи, обеспечил едой, у меня совсем нет с этим проблем. Но дело в том, что мы говорим о государстве со всеми преимуществами. У них все настолько прекрасно, что они даже бросают бомбы с белым фосфором на палестинцев. Они убили более 500 детей. Я хочу задать вопрос Мейвейзеру. Что ты за отвратительный человек? Ты отправил самолет со всем этим содержимым Израилю, но суть в том, что им он даже не нужен. Кому ты так подлизываешься? Перед кем ты выслуживаешь? Палестинцев бомбят со всех сторон. 500 детей были уничтожены. Какой же ты трус! И ты отправляешь Израилю частный самолет со всей этой помощью? Надо было отправить его палестинцам. Израиль — это устоявшееся государство, укравшее эти земли. У них течет вода из-под крана, у них все это есть. Их поддерживает Америка, Великобритания и многие другие. Суть в том, что ты даже не посмотрел в сторону людей, которые действительно нуждаются в помощи. Почему же ты не поддерживаешь палестинцев? Мерзавец, сволочь, ты именно такой, ты подлец. Почему же ты не поддержал и палестинцев, а? Что и кому ты пытаешься доказать? Ты отправил частный самолет в то время, как люди, которые действительно в этом нуждаются, не имеют ни воды, ни еды, ни укрытия, ничего. Абсолютно ничего. И ты говоришь, я поддерживаю Израиль против террористов. Нет проблем. Давайте предположим, что Хамас — террористы, потому что они «убили» невинных людей. А что тогда насчет Израиля, который убил больше людей, чем Хамас, когда-либо смог бы? Почему ты не осуждаешь обоих? Почему ты не называешь обоих террористами? Если мы собираемся проводить сравнение, то почему бы тебе не посмотреть на определение терроризма? Совершение насильственных действий против невинных людей в политических целях. Почему ты тогда не осуждаешь? Израиль — мерзавец. Я закончу на этом. Братья и сестры, Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране следующее. Забудем об этом Флойде Мейвейзере, об этом мелком подонке. Таким он и является на самом деле. Аллах говорит в Коране. Смысл? Те, которые мстят, когда против них поступают несправедливо, воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто-то простит и установит в мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, он не любит беззаконников. Нет укора тем, которые мстят после того, как с ними поступили несправедливо. Укора заслуживают только те, которые поступают несправедливо с людьми и бесчинствуют на земле безо всякого права. Им уготованы мучительные страдания. А если кто-то проявит терпение и простит, то ведь в этих делах належит проявлять решимость. Это написано в Коране. Так сказал Аллах. И все в этой ситуации предельно ясно. Позор Джастину Биберу, позор Мейвейзеру, позор всем этим людям, которые постоянно поддерживают Израиль, но ни разу не посочувствовали невинным палестинцам, которым взывает эта террористическая страна. Пусть Аллах накажет их, пусть Аллах Свят Он и Велик разберется с ними, разоблачит их настоящие лица. Это все, что я хотел сказать. Отправьте это в видео трусу Мейвейзеру. Ты трус, позор тебе. Ассаляму алейкум, рахматуллахи, ва баракату. В этом мире существуют места, где дети стремятся к образованию, духовному росту, несмотря ни на что. Маленькие сердца учат Коран с деревянных дошечков. Им не даны возможности. Они живут без достатка и доступа к образованию. Сегодня мы имеем шанс изменить это. Вместе мы можем предоставить им возможность, которую они заслуживают. Мы запускаем сборно 10 тысяч мусхавов Корана. Мы уже передали им 5 тысяч Коранов, но этого недостаточно. С вашей поддержкой мы продолжим делать мир лучше. Все отчетные аккаунты указываются в описании под этим видео.